Петра Столыпина Макаров заведовал фактически всей полицейской частью. После смерти Столыпина он и сам занял пост главы МВД. Потерял пост он тогда в связи с неосторожным словом. Делал отчет в Думе о Ленском расстреле. Расстреле демонстрации рабочих полицейской команды. Фраза, которую Александр Александрович закончил выступление и стала черным пятном на его карьере. Так было и так будет впредь. Позже об этих словах он долго жалел, объяснял неудачные импровизации, но общество его заклеймило чуть не душегубом. Но он таковым, конечно, не был. Сделал очень много для установления земских учреждений в отдаленных губерниях страны. Занимался усердно мировыми судами. Александр Александрович уходил из жизни тяжело и мужественно. После революции его арестовали большевики. Посадили в бутырку в тяжелые условия. Как человека, сказавшего ту самую фразу про ленские события, отпускать никак не желали. В 1919 году, наконец, отправили на расстрел. Без суда, просто как заложника. Один из его закамерников, кстати, революционер, с огромным уважением вспоминал, как вел себя бывший царский министр. Соседи уговаривали его написать прощальное письмо домой. У многих стояли слезы на глазах. Даже ожесточенные и грубые чекисты не торопили его, как обычно, и молча потупившись стояли у дверей. Макаров присел к столу, все так же сосредоточенный и ушедший вглубь себя. Заключительные строки его записки были следующие. За мной пришли, вероятно, на расстрел. Иду спокойно, мучительно думать о вас. Да хранит вас Господь, ваш несчастный Папа. Также 19 июля родился Владимир Маяковский, футурист, крупнейший поэт 20 века. В этот день, 19 июля 1485 года, итальянским мастером Антоном Фрязиным заложена Тайницкая башня, старейшая из сохранившихся башен Кремля. 19 июля 1790 года состоялось морское керченское сражение. Адмирал Ушаков пресек попытку турецкого десанта в Крым. Это была одна из последних попыток османской Турции перевернуть ход очередной малоудачной для себя войны с Россией. Турки готовили крупную десантную операцию в Крым, но на их пути встал Черноморский флот России и его гениальный флотоводец, в будущем канонизированный Федор Ушаков. Он встретил турецкие корабли у Керчи. Противник был многочислен и уверен в себе. Адмирал приказал без промедления атаковать. Инициатива была целиком на стороне русских. Особенно Ушаков хвалил артиллеристов двух кораблей «Рождество Христово» и «Преображение Господне». Они стреляли в неприятельский корабль нечасто и с такую сноровкой, что казалось, каждый учится стрелять по цели, сноравливаясь, чтобы не потерять свой выстрел. Корабли врага были забиты пехотой, и прицельный огонь косил их ряды сотнями. Турки поспешили уйти. Десант был сорван. 19 июля 1799 года создана российско-американская компания для освоения Аляски. 19 июля 1943 года погиб преподобно-мученик иеромонах Феодор. Краткую биографию будущего святого записали сотрудники НКВД с его слов, когда арестовали его в 1933 году. Я, как бывший дворянин, не имея перспектив, решил посвятить свою жизнь служению культу. Служав в Красной Армии в 1927-1928 годах, я ходил в красноармейской одежде в церковь и помогал в богослужении, читая Евангелие, псалтирь и прочее. После окончания службы в Красной Армии я перешел в нелегальный бывший Петровский монастырь, который существовал при церкви Сергия на Дмитровке. Неизвестно, что в этом монастыре производились тайные постриги в монахе. Путь к Богу преподобно-мученик Феодор в миру Олег Богоявленский начинал в самые сложные для церкви годы, в 1920-30-е годы. Его сияющая убежденность в выборе была такова, что художник Корин сделал его одной из центральных фигур картины «Русь уходящая» и эскиза к ней «Молодой монах». Это же привело его в застенки НКВД, а потом и на три года в лагеря. Однако и после лагеря его жизнь была сплошным испытанием. Убеждали стать доносчиком, он отказался, запретили жить в Панмосковье, он скрывался в Келли. Потом его снова арестовали и пытали. Несколько лет тюрем просто измотали и убили. В 1943 году отец Феодор был похоронен в безвестной могиле. 19 июля 1180 года в Москве торжественно открылись 22-летние Олимпийские игры. Таким был этот день 19 июля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова